Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня еще один обалденный инвестиционный продукт. Автоотзывная нота агрессивная. Если предыдущие ноты давали доходность 10-11% годовых в валюте, то здесь доходность вы увидите 14% годовых в валюте. Очень агрессивная нота, очень. Доходность потрясающая. Но, соответственно, и есть риски, о которых я сейчас вам расскажу. Итак, смотрим. Отзывная нота Digital 2 агрессивная. Ноябрь 2018 года, то есть она только-только формируется, и можно купить, приобрести вот такую ноту 100%. Основные параметры. Купон 14-16% годовых в валюте. В долларах. Условная защита от снижения цены базовых активов. Об этом чуть позже. Валюта доллары. Ежеквартальные наблюдения. Базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы. Сейчас мы это увидим. Срок 3 года. Итак, 3 года. Доллары США. 10 тысяч долларов минимальное вхождение. Какие базовые активы? Facebook, Alibaba Group, Qualcomm и Electronic Arts. Ставка купона 14-16% годовых пока не определена точно, потому что нота только стартует, она формируется. Периодичность купонных выплат ежеквартальна. Защитный барьер 75%. Что это значит? Это значит, что если через 3 года не сработал автоотзывной барьер отзыва, то, соответственно, и какая-то из компаний упала более чем на 25% от своей первоначальной стоимости, то мы получим акции этой компании. То есть риск несколько повышен. Помните, что в ноте на европейской компании защитный барьер был 50%. Бывают защитные барьеры 70%, здесь 75%. Барьер отзыва 100% падает на 2% в квартал. Соответственно, то есть он постоянно понижается. И представляете, какой будет диапазон для выплаты купонного дохода в последние точки наблюдения. 74% барьер отзыва, купонный барьер 75%. Ну, то есть там совсем сужается защитный барьер. То есть если акции не упадут ниже, чем 75%, то мы наверняка получим все, что хотим. 15% годовых в валюте. 14-16% в годовых в валюте. Триггеры роста. Facebook продемонстрировал значительные результаты. Рост выручки в Facebook. Плюс 47% за 2017 год. Операционная рентабельность на уровне 50%. Свободный денежный поток 17 миллиардов долларов. Количество ежемесячных пользователей выросло на 15%. Потенциал органического роста не исчерпан. Несмотря на замедление прироста в США, Facebook имеет все шансы нарастить количество пользователей до 3 миллиардов к 2021 году за счет Азии и Латинской Америки. Alibaba Group. Доля конечного потребления домохозяйств в китайском ВВП значительно отстает от среднемирового уровня. Что говорит о все еще бурно растущем и ненасыщенном внутреннем рынке Поднебесной. Ну, Китая. Вот. Выручка растет в среднем на 58% в год с 2011 по 2017 годы. То есть выше, чем у Facebook. Чистая прибыль на акцию на целых 144% в год за тот же период. Чистая прибыль на акцию. В среднем плюс 55% с 2011 по 2017 год. Alibaba нацелена на внутренний рынок. Возможно, эскалация торговой войны США-Китая найдет слабое и негативное отношение на фонде Alibaba. 60% интернет-ритейла Китая приходится на Alibaba. Ну и отсутствие влияния западных конкурентов типа Amazon из-за закрытости интернета Китая делают компанию Alibaba абсолютным монополистом в Китае. Кальком. Лидер в области беспроводных систем связи. Компании принадлежит ряд ключевых патентов на технологию CDMA и LTE. Сети 4G. Мы все пользуемся. Мы даже не знаем о том, что мы все пользуемся продукцией компании Кальком. Потому что у каждого из нас в сотовом телефоне есть 3G, 4G. 3G и 4G. Услуги связи предоставляет компания Кальком. Electronic Arts. Компания видит свои основные точки роста в развитии мобильного сегмента и таргетирует свои игровые сегменты, такие как Action и Shooter. Компания активно перестраивает бизнес, увеличивая долю сервисных платежей, мобильных игр, подписка и продажа услуг в играх. Но в этом я не соображаю. Я, честно говоря, в игрушки не играю. Дальше Facebook. Все экономические показатели. Алибаба. Кальком. И Electronic Arts. Подписчики ключевой драйвер роста прибыли отрасли. Денег больше тратят, играют дольше, больше играют. Народ любит играть, а не работать. Соответственно, вот так. В чем кайф? В том, что акции компании Facebook недавно упали, потому что было несколько скандалов. Поэтому сейчас очень выгодный момент для того, чтобы их купить. Потому что выручка компании Facebook по отношению к другим конкурентам и по всем параметрам, ну, по отношению к своему капиталу, не изменилась. Она большая, огромная. Вот. Да, были судебные иски по поводу утечки данных. Поэтому акции немножечко упали. Очень удобный момент для покупки. Алибаба. Ну, в общем, все перспективы хорошие. И акции, опять же, на локальном минимуме находятся. Почему? Но это агрессивная. Потому что сейчас акции находятся на очень привлекательном уровне. Ну, вот сейчас вы видите здесь стоимость акций, которые ориентировочно на 26 и 10 были зафиксированы. То есть это достаточно низкие уровни, поэтому активы, поэтому нота очень агрессивная. 14-16% годовых в валюте. Смотрите сами. Отзывной барьер, я вам сказал, риски. Я вам сказал 14-16% годовых в валюте. И то, что низкие уровни, дает хороший шанс очень здорово заработать в валюте. На мой взгляд, тоже очень-очень интересная нота. 14-16% годовых в долларах. Нота. Купонный доход. Вы видите мой адрес ему. Пишите, пришлю презентацию. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.